В Донецкой области судят общественного активиста. Причиной стала публичная акция. Василий Хоменко хотел привлечь внимание к утилизации ртутных ламп в детских садах и школах. 10 судов мы выиграли в Славянске у чиновников Славянска, Вадима Михайловича Ляха, который подал на меня в суд, написал заявку, что я принес ему банку с песком, а он не знал, что там в песке, и он сильно испугался. Похожую банку с надписью «Ртуть» Василий Хоменко принес на заседание исполкома в Славянске. Желая привлечь внимание к проблеме, он сам получил проблемы. Против него возбуждено уголовное производство по статье 259-й за заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан. Основанием для внесения данных в единый реестр досудебных расследований стало обращение городского головы Славянска Вадима Ляха. Он заявляет, что проблему с утилизацией ртути городские власти решали и действия активистов осуждают. Процесс этот сразу начался, и Василий прекрасно знал, что этот процесс идет. Проблема в чем, что неадекватные действия порой некоторых людей вызывают иногда, возможно, действительно резкую реакцию. А Хоменко в свою очередь заявил, что таким образом Лях пытается отвлечь внимание активистов города от насущных проблем. 17 апреля в жертвенном суде города Мариуполь Хоменко избирали меру пресечения. В суде его сопровождала группа поддержки, представители различных общественных организаций из разных городов Донецкой области. Слава Украине! Слава нации! Смерть на Раму! Украине! Василь Хоменко хотел детей спасать от того, что ртуть в школах и в садках разлагается. Его решила вот эта влада, непонятно какая, притягти до ответственности. Судья неоднократно делал замечания присутствующим за выкрики, а во время одного из перерывов активисты не сдерживались и кричали представителям обвинения. Гольба! 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 Во время судебного заседания прокурор по делу заявил, что пребывая не под домашним арестом, Хоменко может продолжить, как он выразился, преступную деятельность. Поэтому ходатайствовал о его домашнем аресте сроком на 60 суток. Мы настроим про оборону запобежного захода, стосовно подозрено, выглядеть домашнего ареста. После приобщения к материалам дела дополнительных документов и просмотра видео суд вынес решение. Уже доволен к опаданию следствия, следствия управления управления правительственной правительственности в области Грайкова, про ссосование запобежного захода, выглядеть домашнего ареста, відносно Хоменко Алексея Александровича, 19-го часа святого понарожения, відмовити. Прокуратура считает Хоменко виновным. Завидимо неправдивое поведомление. Он знал о том, что там нет ртути, а песок, и приносит ее, и срывает работу. Если суд признает славянского активиста виновным, ему грозит наказание на срок от 3 до 6 лет. Сам Хоменко своей вины не признает и заявляет, что результатом его деятельности является утилизация ртути в школах Славянска. То, что было использовано и накоплено в течение многих лет, вывезли. Лампочка может перегореть. Ее должны правильно хранить. В индивидуальной упаковке, в отдельном помещении. Мы будем, естественно, писать встречные иски, возбуждать против них уже уголовные дела. Когда состоится следующее заседание и грозит ли активисту реальный тюремный срок за политическую акцию, пока неизвестно.